Что такое Масыч? Это Шепард! Шепард, что галактику спасает! Шепард это тот мужик, что всех шнецов заборет! Ой, простите, Шепард, это баба! Мужиков люблю я очень сильно, не волнуйтесь! Но поверьте, Шепард, это баба! Я проверял, Шепард, баба, это канон! Но сказать хочу не о том! Вот ремастер в корзину летит! Сука, как же бомбит! А теперь осипшим голосом буду повествовать! К толку вам всем втаган, детишки! В эфире рубрика «Жопа горит!» Актуал очка подъехала! Вы же все жаловались, что я про старое рассказываю! Да вот вам про новое! Хотя это как посмотреть! Вышел долгожданный, кем-то уж наверняка долгожданный ремастер Масс Эффект всех трех частей! И теперь любой желающий может купить ее за символическую цену в 3,5 тысячи рублей на ПК в Стиме, например! Или за 4,900 на Плейстейшн! Ну что такое 4,900 или 3,5 тысячи рублей? Это же цена одной буханки хлеба, правильно? Правильно! И знаете, вот давайте на берегу еще раз сразу скажу! Фанатство — это неплохо! Нет такого слова, но давайте создадим его на время! Быть фанатом вселенной — это даже приятно! Я ярый фанат вселенной Масс Эффект, например! Я очень люблю ее атмосферу, лорки, плей, разумеется! Мне не все равно, что происходит с ней и в ней! Именно поэтому я с такой болью и воспринимаю решения юродивых, оказавшихся у руля проекта уже при создании третьей части! Быть фанатом и быть фанатиком — это совершенно разные явления! Фанатик — он упорот и не обращает внимания ни на что! На что стоило бы! Он не имеет критического мышления! Если взять какашку, завернуть ее в фирменную обертку N7 и сказать, что это новый Масс Эффект, он не станет спорить и даже жмякое откровенное дерьмо в руке будет с трудом для себя, но все же искать, как же оправдать разработчиков и вот это вот то, что в руках! В его глазах вселенной и те, кто ее создал, непогрешимо! Любое решение принимается как единственно верное! Прямо религиозная секта, свидетели красной концовки! Мне мерзко наблюдать таких людей, в том числе по отношению к Масс Эффект! Этот обзор я буду делать именно с точки зрения фаната Масс Эффект! Впрочем, не нужно быть фанатом, чтобы уметь считать, правда же? Любой нормальный человек первым делом скажет, подожди, подожди, 3,5 тысячи это без 5 рублей цена проекта новой игры 3А класса! И то, опять же, вот посмотрите на новинки, Village, опять же, Resident Evil, тоже не хрен собачий, да? А стоит меньше, Days Gone, ну еще что-то, все новое, вышедшее в 2021 году! Масс Эффект вышел в 2012 году, 9 лет назад! И это третья часть, которая и так, ну, неплохо выглядела, за исключением текстур, которые можно поправить любительским патчем, что в принципе и делали! Первая часть вышла вообще 14 лет назад! 14 лет назад! И продается сегодня, как полновесный проект 3А класса! Вы мне скажете, не, постой, они же старались, дорабатывали его, да и потом, как можно не уважать легендарную студию! Ну да, безусловно, они его дорабатывали! Они же не могли и в этот раз продать воздух, как в случае с DLC про протеанина, к примеру, или с другим DLC подобного разлива, да? Только вот другие студии не дорабатывали, а разрабатывали заново! Не брали уже готовое, изменяли это, создавали из концепта, а берут почему-то за это меньше! Здесь же взяли чужое, сделанное не ими, это, кстати, касаемо второго пункта, натянули сову в 4К на Хогвартс и продали как свое! Да, возможно, для кого-то все еще секрет, но студии BioWare больше нет! То есть, технически это все еще она, но состав с тех пор сменился полностью, и люди, работавшие над Legendary Edition, не имеют никакого отношения к людям, работавшим над оригиналом, даже на третьей части, хотя там уже все это актуально лишь отчасти. Теперь берем сумму в 3,5 тысячи рублей. Я буду говорить сегодня именно про ПК, хотя у консольщиков тоже должно бомбить им реликт, продают практически за фулл прайс новинки. Так вот, берем 3,5 тысячи рублей и делим на 3. Э, калькулятор, ты гиди родной! Угу, получается округленно 1150 рублей за каждый ремастер каждой игры серии. Только вот, опять же, беда все в том, что ремастерингу подвергся только первый Mass Effect, остальные два получили минимум изменений, что тянет на патч, причем бесплатный патч, что тянет на фанатскую модификацию, которые, по признанию самой студии, они использовали в качестве источника вдохновения, скажем так, да? А на деле просто в темную захапали под свое крыло, скорее всего. Нет, правда, патчики ко второй и третьей части Mass Effect за 200 рублей. Вот цена внесенных изменений, остальное приходится на первую игру. Ладно, но они же хотя бы сделали так, как делают многие. Владельцам оригинала со всеми дополнениями сделали серьезную скидку, минимум процентов 50, а то и 90, как это было бы разумно сделать, да? Обычно именно так и делают. Ремастер Dark Souls 2 отдавался за 300 рублей владельцам оригинала. Все потому, что оригинал со всеми DLC стоил 1200, а ремастер 1500. Original Sin 1 и 2 Enhanced Edition или как там, Skyrim Special Edition вообще бесплатно отдавались. Ремастер Dark Souls 1 со скрипом таки дал скидку по 30% владельцам того оригинального недоразумения, портированного через задницу почему-то и проданного через несколько лет, как, опять же, новинка. А сколь щедры были BioWare? Да, я знаю, что торговую политику ведут я, но знаете, вот этот поверье, что разработчик сам ни в чем вообще не виноват, это тоже очень удобный способ свалить вину на других. Помните песенку «Я работник BioWare, я ни в чем не виноват?» Вот это как раз таки про эту ситуацию. Ну так как сильно расщедрились BioWare, как вы думаете? Да, хорошая шутка, подумают любой, кто знает о компании хоть что-нибудь и будут правы. Никаких скидок и никаких поблажек никому сделано не было. Даже если ты купил по той идиотской системе оригинальные игры со всеми DLC, что было теми еще плясками с бубном, я вам скажу. Кстати, слышал мнение, что, мол, хорошо, вот 1100 цена одной ремастерной игры, а как же DLC? Как DLC? А я сейчас скажу, как DLC. DLC этого не стоит, это раз. Я тут с удивлением услышал, что был, оказывается, DLC Pineapple Station, читерская. Я о нем, правда, ничего не слышал. Видимо и правильно, оно в сборку не включено. DLC с батареанцами это не то, чем стоит бравировать даже по меркам 2007 года. Нет, погодите, тем более по меркам 2007 года, потому что в те годы выходили такие вещи невзрачные, как маска предателя, дрожащие острова и прочее. Назывались они аддонами, продавались по цене DLC. Да, BioWare уже тогда вовсю вкладывали очки прокачки в жадность. И вот результат. DLC ко второй части это недоразумение. Два персонажа интересны, но недоработаны, у них даже диалогов по минимуму. Кинематики практически никакой вообще нет. А судя по дизайну корабля, либо пустовавшие без них комнаты такой, знаете, фэншуй неведомой, либо они заранее знали, что сделают персонажей и продадут их отдельно. За такое нужно в реп убить, а не деньги отдавать. Всякое дерьмо типа Мотыг и, знаете, прочих вот доспехов, это вообще плевок в лицо. Особенно Мотыга, совершенно читерская автопушка, с которой пулемет-призрак уже не обязателен. Она замечательно выносит вообще всех. А я, заметя, традиционно играл на сложности безумия. И вот все вот это дерьмо по отдельности стоило как чуть ли не две полноценные сука игры. И типа теперь они делают нам одолжение, скомпоновав все в одну кучку. Этим не бравировать надо, стыдливо вообще замалчивать, как некий неудобный факт. В третьей с этим чуть получше технически и хуже концептуально. А мега интересно, но, честно, в преддверии уничтожения разумной жизни в галактике, бандитские разборки это последнее, что я хотел бы видеть. Левиафан весьма интересен, да. Если бы не измененная концепция вселенной, ставшая уже каноном, где жнецы тупые роботы в виде кальмаров. Цитадель, ну, знаете, когда юмористическая DLC обходит по атмосфере основную игру и просто рвет ее по всем показателям, это повод задуматься, как по мне. А, про Extension Cut вообще заикаться даже не стоит. За такое не то, что платить, за такое нам должны приплачивать. Причем пожизненно, как инвалидам-ветеранам цветных концовок. Ах да, еще же есть DLC с протеанином. Тут уже даже Боэвер признались, что просто вырезали готового персонажа из готовой игры, чтобы продать его отдельно. Стыд. Все это было во-первых. А во-вторых, почему DLC не должны включаться в стоимость? Это потому, что такое, в принципе, не принято нигде. Нигде, где жадность не главенствует. Вспомните, все ремастеры туда сразу входят все DLC. И никто не ходит с умным видом, типа, ну мы же включили DLC, мы же их тоже ремастерили. Не было такого никогда. Хотя, возможно, где-то и было, но это, скорее всего, исключение. Это не то, за что стоит бить себе пяткой в грудь. Получается такой очень интересный финт ушами, смотрите. Мы сначала распилим игры на кусочки и продадим их вам в тридорога по сложной схеме. А потом сделаем ремастер, где продадим вам все с копом по простой схеме. Купил и играй, но за ту же цену фактически. Если не дороже. Таким образом, игрок думает, что ему сделали удобнее. А правда в том, что Боэвер наварились на одном продукте дважды. Такая вот финансовая чехарда. В эфире под рубрика Везувий вещает. Хочу перед вами извиниться, сдерживая радость прям вот плещущую. Уже на стадии монтажа я обнаружил, что благодаря богоподобнейшему HDR, о котором я дальше скажу, все футажи из первой игры записались через задницу. Мой компьютер с 32 гигабайтами оперативной памяти на борту, увидев их, сказал «Эй, ты чё, сука, я такое не подниму!» и просто наотрез отказался уходить из систематического висяка. Я не знаю, может это так и надо, но сука, три дня работы просто похерены. Ещё три дня перепроходить первый Mass Effect, чтобы просто показать вам, насколько он, ну, такой, каким я его описал, я не вынесу. Он меня уже достал на букву «З», так что сил нет. Поэтому я, наверное, не смогу показать все детали, какие хотел, уж извините. Ну и говнище. Притом, я ещё подумал, нахер нужно вырубить этот Афт-HDR, у меня на мониторе включается кнопка отдельно. Нет, блин, поленился. Благо во второй и третьей частях я сделал это сразу, так что уж извините. Ну что ж, давайте посмотрим, что они там наремастерили. Я пробовал запускать игру из стима и из оригина. Это были разные копии с разными дистрибутивами. И если со стимом не было проблем, то оригин отказывался запускать игру, в принципе, не видя её. Возможно, это моя локальная проблема, но у людей, одолживших мне аккаунт, была проблема другая. При наличии кириллицы в пути к дистрибутиву, игра тоже отказывалась запускаться. Попахивает Fallout 7.6 каким-то. Но то ладно. Обычно, когда сравнивают оригинал и ремастер, то сначала проходит оригинал, а потом ремастер освежает, так сказать, всё в памяти. Но я ленивая жопа, а ещё я очень севельбивая жопа, которой дорога психика и собственное время. Меня уже и от ремастера тошнит целую неделю в него гонять, ещё я оригинал не перепроходил. Поэтому какие-то вещи могут быть мной искажены в памяти, и я об этом предупрежу. Но, опять же, на мой взгляд, это очень важный аспект. Ведь когнитивные искажения, присущи каждому из нас, это нормально. Скажите, игры, которые нам так нравятся, в нашем сознании предстают перед нами дерьмовыми, угловатыми, с хреновыми текстурами, что ли? Нет. Сознание так не работает. Мы воспринимаем их совсем иначе. Все метафорические углы там сглаживаются. Мы видим не механику, мы видим живой мир. А те самые механики остаются у нас только на уровне впечатлений, разной степени яркости и минимума данных. Зависит от степени увлечений и предпочтений. И поэтому, часто запуская для ностальгии старенькую любимую игрушку, неважно какую, мы видим в вырве глазное нечто, минимум минут 10, может быть час, а потом снова забываем про эти условности. Она всегда была такой и навсегда такой останется, не переставая быть для нас чем-то важным. Я это к чему веду? Мало кто будет перепроходить оригинал для сравнения, даже обзорщики, уверяю вас. Многие будут сравнивать собственные впечатления из прошлого. А что насчет впечатлений из настоящего? Что ты чувствуешь, запустив ремастер первой игры? Ну, что тут сказать? Это Mass Effect. Да, ни больше, ни меньше. На то мы выезжали. Нам продают не игру, нам продают ностальгию. Для тех, кому Mass Effect дорог, прикоснуться к любимому всегда будет приятно, независимо от обстоятельств. Тем более, ее действительно подтянули, что тут сказать. Что сразу бросается в глаза? Текстуры 4К, конечно. Во всей трилогии их дотянули до 4К, применив нейросеть. То есть, они их не перерисовывали. Их просто машина скалировала и экстраполировала. Или как-то так. Что в итоге получилось? Получилось весьма недурно. С первых же кадров видно, что игра преобразилась. Четкость текстур на новых моделях заметно невооруженным глазом. Как и обновленные модели. Не все, конечно. Речь о моделях тела и в первую очередь лиц. Наверное, даже в единственную, так сказать, очередь. Потому что, вспоминая пальцы из Mass Effect 2, например, становится понятно, что упор делали именно на лица. Но это все же не совсем так. Модели, в принципе, тоже поправили. Также была переработана цветовая гамма, адаптированная под HDR. Если вы играете на мониторе без поддержки HDR, будьте готовы по ходу к серому цвету вместо черного. Хотя у меня и с HDR нередко встречались моменты, в основном в катсценах, где черное было реально серым. И это смотрелось так убого. Да-да-да-да, знаю, монитор говно, выкинь его в окно и сам тоже выпрыгни. Но, знаете, я бы лучше выкинул в окно того, у кого не хватило ума унифицировать гамму под распространенное аппаратное обеспечение. В остальном, новая гамма смотрится весьма прилично. Хотя она и утратила синеватый фильтр, и виньетки тоже все растеряла. Это было сделано, опять же, в попытке унифицировать трилогию. То есть, свести все графические аспекты, и не только их, к единому образцу на все три части. Гамма очень похожа на то, что мы видели в Mass Effect 3, который был взят краски за образец. Ничего против гаммы Mass Effect 3 не имею, она там была неплоха, но все же пресновато. Первый мазыч был синеватым, второй оранжеватым, третий вообще без соли и специй, зато с запашком. Что еще? Добавили, конечно, новых спецэффектов, связанных с частицами. Теперь пыль выглядит как пыль, а не как... ну не как та пыль. В общем-то, игра и раньше смотрелась неплохо, чего уж там. Вода, ее производные, огонь, дым, все это выглядит очень хорошо. По стандартам примерно 2012 года. Ну, максимум 2015, потому что в 2015 вышел Ведьмак, а в 2011 Скайрим. Сравните эффекты ванильного Скайрима с эффектами Mass Effect 3, вышедшей почти на год позже. Вообще, послушать меня, так я просто графики придираюсь. Именно так, но ведь это то, что нам пытаются продать, разве нет? Именно графику. Освещение переделали, да. Стало ли лучше? Стало. Не по атмосфере, ее, к счастью, не похерили, она не тронута. Стало лучше по ощущениям. Все же, как ни старайся, модами такого не достичь, не имея доступа к исходному коду игры. И в целом смотреться все стало как бы лучшее. Но, как всегда, есть подводные камни. Первый камень это тот факт, что разработчики открыто говорят, что брали наработки у фанатов. То есть они взяли текстуры мода Элот, посмотрели, что и как он сделал, и сделали так же, только более профессионально. А может и вовсе свистнули в наглый, кто ж теперь разберет-то, верно? То есть история с Dark Souls Remastered повторяется. Взяли фанатские, в общем-то, патчи, присвоили их себе, внеся ряд собственных изменений и продали по цене новинки. Это я повторю еще раз в выводах. Некоторые говорят, что сборка на основе того же Элот, да еще и со SweetFX, сделает игру не менее красивой. Тут правда лишь формулировки. Эта сборка делает игру действительно не менее красивой. Но никакая фанатская сборка не сможет сделать игру красивее технически, за исключением замены текстуры на более четкие. Тут опять же все в точности как с ремастером Dark Souls. Без доступа к коду игры у тебя не получится поменять дальность прорисовки, общую цветовую гамму на каждой локации, добавить туман, дым и прочую пыль и дожди. Ну и даже при наличии текстур 4К у тебя не получится без костылей заставить игру работать в разрешении 4К. А любые костыли, даже вроде бы рабочие, менее предпочтительны, чем нормальная структура от людей, разбирающихся во всем этом, в ее создании. Поэтому, что ни говори, но технический ремастер смотрится лучше любой сборки. Это касается всех трех частей. Однако он точно не стоит той цены, которую за него запрашивают по уже названным ранее причинам. Освещение и частицы это, знаете, замечательно, но все же, глядя на первую часть, становится понятно, что в рамках ремастера ей очень тесно. Ей нужен полноценный ремейк. Потому что если третья часть самая скучная сценарно и концептуально, то первая самая скучная именно технически. Давайте вспомним, что из себя представляет Mass Effect 1. В игре, если я ничего не путаю, шесть миссий. Иден Прайм, Цитадель, Перос, Наверия, Тау Артемиды, вроде Илос и снова Цитадель. Остальные миссии представляли из себя бесконечный скучный грин с покатушками по пустынным планетам на диком папуасском танке с управляемостью утюга. Это был очень скучный и очень нудный процесс. Процесс, который уже даже на тот момент смотрелся отвратно. Исследование в Mass Effect не идет ни в какое сравнение ни с Обливионом вышедшим годом раньше, ни даже с Готикой, тоже вышедшей в том же году, в шестом имеется в виду. Ну, то есть это не конкурентоспособное нечто. Изменил ли этот момент ремастер? Разумеется, нет. Для этого пришлось бы действительно переделывать механику игры, а это слишком тяжело. Это мы, знаете, потом вам еще и ремейки по отдельности продадим. Совсем потом, когда и четвертый Mass Effect провалится и нас совсем в кургане из дерьма погребут, вот тогда мы еще раз отопчемся на вашей ностальгии, а пока лишь ремастер. Но вы обязательно, конечно, его купите. Но все же давайте поговорим не о том, чего нет, а о том, что есть. Сразу бросается в глаза новый и унифицированный редактор персонажа, точнее он старый, но доработанный. Теперь с переносом не возникнет проблем, и Джейн Шепард подвели под стандарты третьей части, что порадует фанатов. Стал удобнее интерфейс, который также был скопирован с интерфейса третьей игры. Речь не обо всем интерфейсе вообще, а о том, что мы видим большую часть игры. Командование напарниками сделали на QE как во второй части, но это ни на что не повлияло, так как искусственный интеллект не подвергся изменениям совершенно. Он как был тупой, так тупой и остался. Тупые тут все. И враги, которые сядут за укрытиями и сидят. Сидят, сидят, пока ты к ним поздороваться вплотную не подойдешь, что чреват. И твои союзники, которые не умеют действовать грамотно и даже не в самой тяжелой стычке охотно мрут, как мухи, сводя на нет всю тактику. Катсцены остались также недоработанными. Ладно, катсцены, хотя, почему ладно, 3,5 тысячи рублей, ёпта. Но фиг бы с ними, правда. Помните ту сцену, где мы встаем на платформу на Иденпрайм и едем? Да, и так и стоим, как три тополя на плющихе. Не занимаем позиции, не рассредотачиваемся, торчим по стойке смирно. В лифтах та же история. Могли бы сделать этот момент человечнее, что ли? Лифты – это вообще больная тема. Разговоры в лифте – это уже мем. Дело тут в том, что долгими поездками на лифте скрывались долгие же загрузки локаций на Эксбоксе. На компудакторах было чуть-чуть получше, но не намного. Теперь же загрузки локаций стали действительно быстрее, и когда таковая завершена, можно нажать пробел и пропустить болтовни персонажей или радио. А у меня вот такой вопрос. А что, в 2021 году сделать маленькие локации оригинала без подзагрузок никак было нельзя, нет? Притом подзагрузки возникают даже на ровном месте. Это как, знаете, в старом Моровинде, вот без модов идешь по поле и вдруг раз – загрузка локаций. В Mass Effect 1 ремастере то же самое. Надпись «Загрузка локаций» возникает буквально на долю секунды, но она возникает. Я ждал большего, правда. Немножко переработали систему прокачки. Теперь при старте можно выбрать старую или новую. Новая, судя по всему, набирает опыт быстрее, и потолок там уже не 60-й уровень, а 30-й. Не совсем понятно, зачем это было делать, но кому-то, возможно, так будет проще. Также, судя по ощущениям, оружие стало меньше перегреваться. По ощущениям других я в этом не уверен, потому как до обретения дорогущих модификаций оно перегревалось вполне нормально, как и раньше. Отдельно стоит сказать про анимации, которые откровенно портят всю идиллию, причем портят серьезно. Если, глядя на текстуры и разрешение, да и на модели, ты можешь сказать «Опа, это же стандарты аж 2012 года, ух ты!», то, посмотрев на анимацию, ты такой сразу «А, не-не-не, это все тот же 2007 год». Они отвратны, что тут сказать. Ну, то есть, они хороши для своего времени, тут придираться не буду, но мы говорим о ремастере 14 лет спустя. Разве нет? Анимацию никто не ремастерил, она кривая и смотрится как седло на корове, то есть лишнее. Ну, то есть, она выбивается из общей картины. Оружие часто проваливается в доспехи, движение губ вообще что-то с чем-то. Анимация рта мне тоже показалась переделанной, сначала уж больно странно насмотрелась, но потом я вдруг допер в чем дело. Видите ли, модели лиц потянули, а анимация губ осталась старой, поэтому такое рассинхрон восприятие, эффект зловещей долины. Не то, чтобы на это прям больно смотреть. На это больно смотреть за фулл прайс 14 лет спустя, сука. С лицами тут вообще странно. Шепард смотрится отлично, Джокер смотрится отлично. Некоторых персонажей решили от части к части старить, что малозаметно на самом-то деле, но почему-то подавалось как фишка. Но в целом основные действующие лица хороши, как правило. Кстати, второстепенные тоже, модели явно красивее, чем были раньше. Над массовкой поработали. Однако было бы, знаете, что неплохо, сделать из массовки массовку, а то игра напоминает зов ктулуху 18 года, где все ходят с одинаковыми лицами, вот тут то же самое. Но заморачиваться не стали. Не стали заморачиваться с ней в другом аспекте. Заходим мы, например, в клинику, а она пустая, в ней только доктор Мишель. Что, неужто все выздоровели? Нет, просто никто не подумал добавить обычных декоративных NPC. И так во всей игре. И тут даже не прокатит отмазка, что это же не ремейк. Чтобы добавить NPC, с которыми нельзя взаимодействовать, ремейк не нужен. Однако что это? Что это за крик? А это кричат мои глаза, глядя на Андерсона. Простите, это что? Это Андерсон? Вы уверены, это точно не деревянный стукан? Вы ничего не перепутали? Я точно то купил? Может, это поделка с Кикстартера за 25 рублей? А Доктор Шоколадис? Вы что с ней сделали? Клянусь, пока ее не назвали по имени, я даже не догадался, кто это. Серьезно? И когда назвали, я такой, что? Чаквас? Это? Так она же выглядит лет на 20. Тут еще свою роль сыграла озвучка, о ней чуть позже. Рассказал бы прямо сейчас, да вот, знаете, не могу остановить кровь из глаз. Вы слыхали, как поют дрозды? В смысле, вы встречали баги в игре? Не знаю, удастся ли мне поймать это на футажах для вас, я их наснимал столько, что хрен теперь найдешь, что где. Но уже в начале игры видно, как модели вдруг дергаются, резко поворачиваются, телепортируются, резко начинают бежать и останавливаются, как Азари на Цитадели, например, около посольства. Посмотрите на эту сцену с Дженкинсом. Он тут наклоняет голову так, что того и гляди, она отвалится. Иногда багует тени, иногда багует свет. И давайте уясним одну вещь. Современные игры — это нечто монструозное. Их структура становится все сложнее и сложнее с года в год. И ничего предусудительного в патчах первого дня нет. Раньше такого не было, скажете вы. Да, не было. Но и интернетизация не была так развита. Игры распространялись через диски, напомню, а патчи через игрожуры. Был бы интернет и цифровая дистрибьюция развитая, были бы и патчи первого дня. Вспомните пятых героев, вспомните, наконец, третью готику. В них до патча играть было весьма проблематично. Поэтому нет ничего страшного, если игра где-то багует на старте. Если только это не Кибербанк, разумеется, там совсем другой вопрос, конечно. Да только вот есть одна маленькая загвоздка. Mass Effect — это не новинка! Структура игры не изменилась, разве что по минимуму. На первую часть даже старое сохранение из оригинала работает. И они даже здесь умудрились допустить баги, которые видны на первых же минутах игры. Сука, и мы за это платим 3500 рублей. О, я так и представляю, как сейчас, как это было в случае с обзором на ремастер Dark Souls, понабегают умники и рассказывают мне, что это вообще-то было сделано специально для консолей, чтобы они могли и поиграть, а не для ПК. Чего ты наш па-па-па-па-па-па-па-па? Если это сделано специально для консолей, так и продавайте это только на консолях. А раз это анонсировано в том числе и для ПК официально, раз это продают на ПК, да еще и по конскому ценнику, я буду докапываться до каждой мелочи. Консольщиков, кстати, обделили еще сильнее, им даже выбора не дали. Либо реанимируй свой хуящик 360, либо покупай Legendary Edition за 5000 рублей, сучка! А 5000 рублей это почти что полноценный ремейк Demon's Souls. Расскажите мне теперь о том, что Mass Effect Legendary Edition для консоли сделан. Он не для консоли сделан, а для заработка. Только для этого. Боевая система Mass Effect 1 заставляет плакать даже камень. Даже без оглядки на вторую и третью часть, где позиционную стрельбу довели до ума. Это действительно боль. Это страдание. Пожалели ли биотваре игроков в ремастере? Нет, не пожалели. Прилипания к укрытиям все еще крайне неудобные. Даже, я бы сказал, рандомные. То ты, значит, прилипаешь, а то не прилипаешь. Говорили, что сделали залипание на пробел, как в других частях. Может, я не в ту игру играл, не знаю. О, там не было никаких прилипаний и залипаний. Там было садомаза. Такое нельзя продавать в 2021 году. За такое игрокам должны доплачивать. Или, не знаю, молоко давать. Композиция следующая. Едет папуасский танк, брызжет нефоть и мазут. Да, старый добрый Мако. На самом деле, мерзкий и злой. Ох, как же я много слышал о том, что вот Мако в ремастере переработали. Я не знаю, возможно, где-то там в опциях есть ползунок, переключающий управление. Я такого не нашел, потому что я не лажу по управлениям. Я хочу запустить игру и играть, да? Знаете, в чем разница между старым Мако и новым? В новом работают еще и кнопки движения вбок. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Старый Мако вошел в легенды. Он был настолько корявым и отвратительным куском говна, что выбешивал до белого коленя. И без того унылые покатухи по пустым планетам превращались в просто фееричные лингвистические упражнения, при которых создавались новые вехи в эпистолярном жанре в разделе трехэтажных матерных конструкций. Новый же Мако управляется по-новому. Есть маленькая, опять же, загвоздка. Едет он все равно по-старому. Какой дебил решил, что движение транспорта будет по направлению камеры. То есть, как бы тебя ни развернуло, перед будет там, куда ты смотришь. Сказать, что это неудобно, не сказать ничего. При том, что во второй части им удалось сделать нормальный транспорт. Почему они не переначали управление по тому же принципу? Потому что они все кретины, почему же еще? Камень продолжает рыдать, глядя на катсцены. В буклетике, который никто не читает, разумеется, сказано, что катсцены были перерендерены в 4К. О, знаете, я готов признаться, что долблюсь в глаза. Готов сказать, что, возможно, я скачал какой-то не тот масс-эффект. Или, возможно, мне вообще приснилось, что я играю, а на самом деле я вообще игру даже не запускал. Но, серьезно, серьезно, объясните мне, вот где здесь 4К? Вот 4К. Это не 4К. Возможно, дело в пережатии. Но в таком случае просто поменяли шило на мыло. Шо то? Шо это? Аксиом из Кобара в действии. И почему-то катсцены снова в 30 FPS. И только попробуйте заикнуться мне сейчас про консоли. Просто кто-то не умеет делать даже ремастеры, хорошо, не то что уж игры. А вот, кстати, еще про тот самый переработанный свет, стоит сказать. Переработанный свет падает на переработанные рожи, делая персонажей похожими на восковые куклы. Серьезно? Их будто маслом намазали. Ну что это за хрень? Раньше ж такого не было. То ли пересвет, то ли я даже не знаю что, но выглядит отвратно. В последующих частях такого уже нет, к счастью. А знаете, чего там еще нет и чего не догадались сделать в первой части? Они не догадались сделать некоторые катсцены пропускаемыми. К примеру, посадка и взлет с цитадели, с Наверии, неважно откуда и куда, все еще сопровождается долгими-долгими заставками. Не дай бог ты не туда нажал и нечаянно взлетел или приземлился, и тебе придется дважды подряд смотреть заставку. Это бесило 14 лет назад, и это бесит и поныне. Thank you from software, как говорится, да? Сейчас, наверное, у некоторых возник вопрос, подожди, а почему ты ни слова не сказал про этот крутой и удобный лаунчер? О да, вот куда ушли все деньги налогоплательщиков-детишки. Лаунчер с непропускаемой заставочкой, который покажет себе, какие мы красивые заставки длиною в полторы секунды умеем делать. Да, вот, посмотрите, видите, да? Это, это щепард! А ну бегом покупать нашу новую игру! Поначалу кажется, что идея хорошая, сделать удобный запуск всех трех игр из одного лаунчера, но только поначалу, потому что вау-эффект проходит вместе с заставкой, ну то есть через секунду, и включается мозг. И он такой говорит, подожди. А что мешало запускать тебе игру отдельно с ярлыка? Неужели это так трудно и утомительно? Да вроде нет, при том ты можешь запустить сразу игру, а не лишнего посредника. Но если им так хотелось сделать именно полноценный такой графический лаунчер, то вместо отдельного приложения, отжирающего ресурсы, не делающего вообще ничего, да еще и с какой-то невнятной музыкой, пытающейся походить на оригинал, сделали бы как в трайне. В первых двух трайнах было просто окошко с настройками и запуском. И систему не грузит, и ждать загрузки не приходится. А по факту ты именно сначала ждешь загрузки лаунчера, потом выбираешь игру, потом только играешь. И зачем это надо было? Подозреваю, что именно из-за лаунчера игру иногда невозможно было завершить, она зависала намертво так, что ничего не помогало, приходилось перезагружать комп грубым способом. А попытка отключить автоматическое включение HDR в настройках приводила к тому, что сбивалось разрешение в игре, восстановить которое получалось только при нескольких перезагрузках, которые у нас теперь двухэтапные, ведь в лаунчере нет графических настроек конкретной игры. Да. Ну и как же можно не сказать про фоторежим? Ну хорошо, без дураков, вещь интересная. Теперь можно сделать реально красивые скриншоты с возможностью убрать персонажей или NPC или вообще всех. Кстати, был такой мод. Я ни на что не намекаю, просто... просто. Но все это бросается в глаза. А что же бросается в уши? В уши бросается немножко переделанная в некоторых местах звуковая схема. Я могу здесь ошибаться, сразу предупреждаю, но вроде бы, вроде бы звуки стрельбы и езды Мако теперь новые, качественные. То же касается звуков оружия. По-моему, оно раньше звучало одинаково. Сейчас звук унифицировали, и оружие стреляет одинаково во всей трилогии. То есть защитник как защитник, палач как палач. Это приятное дополнение. А из неприятных это, конечно, вшитая намертво русская озвучка. Тут уже не знаю, насколько справедливо приставать с этим к оригинальной игре, но мне интересно, какой индивидуум решил продавать игру со вшитой русской озвучкой. Дело не только в ее качестве. Дело в том, что на вторую и третью части озвучки нет. И, наверное, это к лучшему. Ну и зачем так извращаться над повествованием? Вот что непонятно. Лучше уж добавили бы другую озвучку. Вот, например, вот такую. И при том, в настройках традиционно никак поменять положение дел нельзя. Фанаты уже придумали патч, который, правда, работает не у всех, к сожалению. Беда в том, что оригинальную озвучку вернуть можно, пусть и не без плясок с бубном. А вот оригинальные субтитры нет. Оригинальные в смысле те, что были до русской озвучки. Я, конечно, могу ошибаться, опять же, но раньше в субтитрах не было никаких пожинателей. Всегда были жнецы. И уж точно не были потеряны все тире и дефисы из-за неправильно подобранного шрифта. Ну а что до качества самой озвучки? Да, это вообще отдельная тема, на которой я особо распространяться, наверное, не буду. Я с ней раньше не сталкивался, поэтому сперва даже подумал, что это к ремастеру сделали озвучку всех трех частей. Идиот, да, знаю. Однако я очень скоро углядел в стилистике озвучки сходство с озвучкой Neverwinter Nights 2. Такой же кошмарный. Там Элони говорит такие вот, знаете, девчачьи с лощавым голосом. Хочется нагнуть, ебнуть и пнуть. Так вот, озвучка в Mass Effect 1 отвратительна с самого первого кадра. Мискасты, как норма жизни. Андерсон отвратителен. Хакет отвратителен. Чаквас, дама за 40, озвучена как 20-летняя, что вкупе с лицом сбивает с толку. Какой-то юморист догадался вставлять в перевод эфемизмы типа «гондон», «дерьмо». При том, что в оригинале никто такого не говорит даже близко. И самые грубые слова там это «щит», «крэп» и «фак», что в переводе с английского обозначает «о боже мой», разумеется. Элкоры озвучены с интонациями, хотя они по определению говорят без интонаций. У волосов похерили фильтр костюма и постоянные вдохи, что тоже является расовой особенностью. Они решили, что это такие, знаете, театральные вздохи, и поэтому часть пропустили, а часть записали, будто бы они реально вздыхают. Ну а когда я дошел до встречи с Талли, да, мое терпение лопнуло. Что? Кто? Тали? Не знаю никакой Тали, знаю только Тали. И пожинателей тоже никаких не знаю. Идите в жопу, правда, идите в жопу. Массовики-затейники, блин. Мой вам совет, детишки, не играйте в масс-эффекты 1 на Великомогучем. Это сродни одурманиванию жнецами. Я поиграл с переводом полтора, блин, часа и уже чувствую себя хаском. Возможно, это из-за кофе. Что еще можно рассказать про первую часть? Да ничего, это исчерпывающий список. Как видите, изменения действительно были внесены, играть приятно, но ощущения от игры все те же самые, и оно того не стоит за такие деньги. Перейдем ко второй части. Тут рассказ будет заметно короче, потому как изменений в ней по минимуму. Также подтянули разрешение, также завезли текстур. Это факт. Сперва может даже показаться, что и модели тоже новые, но нет. На самом деле модели старые, просто в отличие от первой части, тут модели изначально были нормальными, а их анимация изначально, опять же, была заметно лучше. Поэтому и новые текстуры на них смотрятся куда гармоничнее. Пропали вот эти вот восковые засветы. Ну, то есть как пропали, их и раньше не было во второй части, были только в первой, но спасибо, хоть во вторую их не добавили, да. Гамма та же. Свет, если переработали, то он теперь смотрится нормально. Я говорю, если, потому что уверенности нет. Судя по тому, что я видел, все спецэффекты, включая свет, частицы и прочее, остались на том же уровне. Мои опасения подтвердились прибытием на Омегу. Взгляните на этот потрясающий огонь в 24 кадрах образца 2010 года до нашей эры. Что до моделей персонажей, то от трилогии вполне логично ожидать, что внешность будет унифицирована, однако же нет. Морда лица во второй части все равно заметно лучше, чем в первой. И вот опять же, текстура 4К, да, разрешение 4К, неплохие модели, неважно, новая или старая. Но вот ты смотришь на тату Джек или на пальцы Шепарда и понимаешь, что кто-то опять схалтурил. Прилетаешь на ядовитую планету и видишь, что частицы тут точно не переработали, они тут формально просто ПНГ-колпак. Интерфейс остался таким же, искусственный интеллект остался таким же. Уже не тупым, как в первой части, но все еще не таким умным, как в третьей. Кто б сомневался. Тут как раз таки справедливо перечислить то, чего они не сделали. Помните тот увлекательный и завораживающий, буквально холодящий кровь взлом терминалов? Его они убрали, да. И даже не изменили. Он как был примитивный, так примитивным и остался. Он просто тратит твое время. А да, старые моды не работают теперь на Legendary Edition, так что придется ждать, пока адаптируют. Кулдаун у этих взломов как был неторопливо бесячим, так таким и остался. Между тем, что ты расставишь все цепи и тем, что тебе скажут взлом успешен, пройдет чуть ли не полторы секунды. Без этого дерьма игра была бы куда приятнее. Ну, казалось бы, что стоит это автоматизировать как в третьей части. Ну, да. Ну, зато дали наконец настроить чувствительность мыши. Признаюсь, раньше этого сильно не хватало. Приходилось пользоваться опциями самой мыши, что все равно было неудобно. В меню-то она становилась медленнее. Мотыга теперь доступна с самого начала на правах DLC. Я всегда проходил Mass Effect 2 на безумии, потому что это моя любимая часть и самая сбалансированная. Была. Теперь с мотыгой она таковой быть перестала. Этим инструментоном... Инструментом, извините, да. Можно намотыжить кого угодно в любых масштабах. По идее, жнецы, увидев мотыгу в руках Шепарда, должны сразу развернуться и лететь обратно в темный космос. О чем это говорит? О том, что раньше мотыга была DLC в стиле Pay to Win. Дисбаланс за деньги. Тут ее, конечно же, корректировать не стали. Зачем? Зато, говорят, перезарядок стало меньше. Не знаю, по моим ощущениям, точно так же, как и раньше с этим все. Обновили фото Тали. Честно скажу, я ничего против старой фотки не имел, но это смотрится тоже красиво, только непонятно, почему она в шлеме. Казалось бы, нам должны продемонстрировать Тали без скафандра в принципе. Надо ли говорить, что за 14 лет в сети набрались миллионы артов и покрасивее. Но то ладно. Я уверен, что вас интересует совсем иной вопрос, связанный с женским полом. Это, конечно же, попка Миранды. Еще до выхода ходили слухи, то есть даже не слухи, а подтвержденный факт, что ракурсы с ее булок уберут. Тут же подключились моралфаги и повесточники, мол, ну правильно, к чему тут женская объективация, уррр, да год. Следом, уже после выхода игры подключились оправдыватели, которые говорят, что, мол, нет, нормально все, ее зад и так в кадре, просто поменяли некоторые неудачные ракурсы. А теперь следите за мыслью. Во-первых, они не меняли действительно неудачные ракурсы в первой части. Они не поменяли другие такие же неудачные ракурсы из других частей. Они поменяли именно ракурсы с Мирандой, с ее задницей. То есть это было целенаправленное изменение конкретно эротических ракурсов. И это уже во-вторых, в игре, которая ориентирована на взрослый контингент, она изначально была настроена на обнаженку. В игре есть сексуальные сцены во всей трилогии. Ой, простите, это придется замылить, у нас же тут нельзя показывать эротику, а то вдруг маленькие детишки пострадают психически. У них же нет безлимитного выхода в интернет чуть ли не с рождения. Когда-то, в том самом 2007 году, Mass Effect и тот самый состав BioWare терпели нападки политиков, которые обвиняли в игру и разработчиков, в частности, в развращении молодежи и вообще во всех смертных грехах. Притом, в игру они, как оказалось, даже не играли. Это давно стала притча во языцах, и по факту, то были попытки сколотить политический капитал на хайпе, как сказали бы сейчас. И вот, прошло 14 лет, и что же мы видим? Попку персонажа стыдливо убирают из кадра, еще оправдываются. Ну, а мы че? Мы ничего. Действительно, ничего. Притом, Миранда — это персонаж, генетически сконструированный так, чтобы быть идеальной, и тело это тоже касается. Это обоснованная история мира, она сама это конкретно не раз упоминает в диалогах. У нее внешний вид тоже как оружие, что и подчеркивается постоянно, в том числе в катсценах в каюте. Так что идите в жопу со своими оправданиями. Одно дело пускать слюни на голых рисованных баб, которых всегда мало, и совсем другое дело лицемерно строить из себя пуританцев, которые уже не знают, как усидеть на заборе, не порвав штаны. Извините, не пуританцев, а пуритан. Пуританцы — это нечто среднее между пудрой и турианцами. И плавно переходим к третьей игре, потому что про вторую сказать больше нечего. Про третью игру сказать нечего вовсе, да. Текстуры в 4К в наличии, и учитывая, что изначально они там были чуть ли не в 512, худшие за всю серию, то это сыграло свою роль, и это видно с первых же кадров. Тот позор, который назывался массовкой на заднем плане, изменили на нормальную массовку. Раньше на заднем плане вместо фигурок по большей части были выпиленные лобзиком из ДВП статичные модельки, поворачивающиеся к тебе всегда лицом, чтобы ты, не дай бог, не заметил халтуру, хотя не заметить такое мог только слепой. 2012 год, напоминаю. Теперь там реальные модельки и даже несобрезанные анимации в 30 кадров. В броне видны отражения, но я не уверен, что так не было раньше. Возможно, отражения были просто в говеных текстурах, говеные же отражения, а сейчас с этим норма. Еще заметно, что при переносе персонажа перечислены основные твои решения, это удобно. Но опять же, я не уверен, что такого не было раньше. Также из игры был убран мультиплеер, как бы, а зачем он нужен, да? Как по мне, он был очень интересен, но согласен, вряд ли сейчас все ринутся в него играть. Разве что по старой памяти, однако, почему бы и нет? А потому что вот нет. Тогда как же быть с системой готовности галактики, которая была зависима в том числе и от мультиплеера? Ну, ее переработали. Теперь как бы считается, что твои решения значат больше, чем раньше. А по факту, эта система готовности все такая же одновременно интересная и дебильная система готовности Шрёдингера. Интересна она тем, что действительно, пусть даже текстово, но учитывает твои действия, а дебильная потому, что ведет по дебильному сценарию к дебильному концу. Все, больше изменений нет. Я слышал, что кто-то всерьез думал, что не изменят концовки. Ага, сейчас. Вы забыли, что речь о BioWare? О BioWare, неважно. Позорные концовки ничто не изменят, потому что позорные концовки — это следствие позорного сценария всей третьей игры и всей ее позорной же концепции, но об этом в другой раз. Я перечислил все, что заметил сам. Однако я мог что-то упустить, и поэтому я нашел интересную статью с названием «10 неочевидных изменений в Mass Effect Legendary Edition». Заинтригованы? Я очень, очень любопытно, чего же я там такого не заметил. Че ж там такое неочевидное? Пункт первый. Вариант альтернативной обложки. Оказывается, можно зайти на сайт и создать себе обложку по шаблону. Зачем? А шо было? Угу. Второй пункт. Обновлена текстура Плутона в соответствии с новыми сведениями, поступившими за 14 лет. Притом обновлена странно, ведь некоторые цвета, которые раньше присутствовали на текстуре и на реальных снимках, теперь почему-то отсутствуют. Вдогонку сразу третий пункт. Теперь планета Земля выглядит нормально, а не отзеркаленно. Это уже стало мемом среди фанатов. Про пункты 4 и 5 я уже говорил. Это лицо талии и обновленная система прокачки. Что тут неочевидного, мне не ясно. Это то, что не может не броситься в глаза. Даже мне. Хотя я мутил с Джек. Пункт шестой. Протеанское видение. Помните ту мутату, что видел Шепард из-за маяков? Теперь в этой мутате можно разглядеть кадры. Например, Партаанский город. Вообще его и раньше было видно, но просто теперь он стал четче. Ну допустим. Пункт седьмой. Ремастер вдохновлялся фанатскими модами. Да, не очевидно просто от ас. Об этом сами разработчики заявляли. Вообще-то. Пункт восьмой. Про прогрессию в третьей части без мультиплеера. Я уже сказал. Ну и последний девятый пункт. Униформа Лиары из первой части. Что с ней не так? С ней все так. Помните, на плече нашивка была? Не помните? Я тоже не помню. Помните, на той нашивке была надпись на тарабарщине. Большие буквы снизу, маленькие сверху. Не помните? Я тоже не помню. Теперь большие буквы сверху, маленькие снизу. Круто, правда, да? Хочется прям вот взять и купить. Цирк, да и только. Теперь давайте подведем неутешительный итог. Что мы получаем в сухом остатке? За три с половиной тысячи рублей мы получаем. Первое. Довольно посредственный ремастер первой части, который язык не повернется назвать качественным. Второе. Фанатский графический патч с минимумом корневых изменений для второй и третьей игры, которые нужно бы по совести бесплатно раздавать. И третье. Хороший и удобный фоторежим. Все. Что мы получаем за 4900 рублей, имея консоль? Все перечисленное, плюс саму возможность поиграть в Mass Effect, потому как на ПК это можно было сделать и раньше. Этакий налог на консоль ценой в 1300 рублей. При том, ни о каком полноценном 4К и 60 FPS речи идти не может, так как игра рассчитана на консоль старого поколения PlayStation 4, поэтому там будет лишь динамическое 4К и 30 FPS. Ну как? Устраивает вас такой вот расклад? Меня не устраивает, но я нисколько не удивлен. Это же BioWare, это же EA, это же наша любимая контора, загубившая трилогию, загубившая вселенную Mass Effect, загубившая вселенную Dead Space. Здравствуй, прощай, да? Авторы дебильных концовок, тупых роботов в виде кальмаров, не менее дебильные Андромеды и позорного Антом. По цене хита Триа-класса дам продают патч к игре 14 и 8-летней давности. Представляете, если бы патч к тем же Теням войны на хай-текстуры продавали отдельно за деньги, какой бы вой поднялся. Не, ну а что, это же ведь тоже труд. Разработчики старались, рисовали. Да, а кто-то после этого еще ждет Mass Effect 4 и надеется, что все будет хорошо. Хорошо не будет. Чтобы стало хорошо, нужно вот прям сейчас взять кокенаки в кулак, сжать их как следует и работать, работать как проклятый. А нынешние BioWare, во-первых, у них яйца отсутствуют как вид, я так думаю, да, потому что это не модно сегодня. А во-вторых, они просто не умеют работать. Ну а до выхода Mass Effect 4, я уверен, мы еще успеем насладиться ремастером всех Dragon Age и, возможно, ремастером Dead Space, если все будет совсем плохо, то и ремейком трилогии Mass Effect. Потому что доить эту дохлую корову можно бесконечно. Субтитры сделал DimaTorzok